Ирина Ромбальская На старт, внимание, марш до лета осталось 35 дней. А небесная канцелярия нет-нет, да и пугает снегом и ливнями. Но тепло не за горами. Похоже, что весна нашла верную дорогу. В подтверждение открылся сезон аттракционов. Качели-карусели и романтические прогулки в парке. Что может быть приятнее? Особенно, если над головой розовая луна. Да и дата полнолуния в этот раз выпала зеркальная. 24.04.2024. Кстати, астрологи говорят, что если вас в среду или накануне посетило озарение, не заставят себя ждать и откровения. Ну а что ждет Европу в ближайшие дни? О синоптической ситуации на предстоящей неделе расскажет Дмитрий Рябов. На следующей неделе в большинстве стран Европы Атлантика продолжит непрерывно поставлять порции влажного и теплого воздуха. Активные циклоны и атмосферные фронты будут удерживать неустойчивую погоду с дождями, грозами, порывистым ветром и быстро изменчивость атмосферных процессов. Исключением не станут страны Восточной Европы, где за погоду станут отвечать погожие теплые антициклоны. Итак, в начале недели страны Центральной и Южной Европы будут находиться во власти обширного погожего антициклона, который будет смещаться с северо-запада на юго-восток. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер западный, юго-западный умеренный, временами порывистый, а температура воздуха в разгар дня ожидается плюс 17-24 градуса. А у странах Западной Европы ожидается ненастная погода. Ее принесет активный атлантический циклон, который будет смещаться с запада на восток. Ожидается облачность с небольшими прояснениями погоды. Временами будут проходить кратковременные грозовые дожди. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер западный, юго-западный умеренный, временами порывистый, а температура воздуха в днем прогнозируется плюс 17-22 градуса. Страны Северной Европы будут находиться в поле высокого атмосферного давления, на фоне которого с запада на восток будут смещаться малоактивные атмосферные фронты. Ожидается облачность с небольшими прояснениями погоды. Временами будут проходить кратковременные осадки. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер с северной четверти умеренный, временами порывистый, а температура воздуха в днем от нуля до плюс 7 градусов. Страны Восточной Европы большую часть недели будут находиться во власти обширного погожего антициклона, который будет медленно смещаться с северо-запада на юго-восток. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер с западной и юго-западной умеренный, а температура воздуха в днем ожидается плюс 17-23 градуса. Сначала взрыхлить, потом полить, оградить бамбуковыми палками, а затем приступить к зрелищному соревнованию, но не по выращиванию фруктов и овощей. Рестлинг-бои все популярнее становятся в Уганде. Молодые люди с удовольствием обучаются в спортивной борьбе с элементами шоу. Чтобы выйти на ринг, может понадобиться не один год тренировок. Кстати, наши огороды тоже пока похожи на поле боя. Весны с зимой, и выжить сможет только сильнейший. Как помочь саду войти в сезон, расскажем в нашем лунном календаре. Наступает самое благоприятное время для прививки растений и работы с ягодными кустами. 29 апреля самое время обновить побелку стволов и установить ловчие пояса от мелких вредителей. 3 мая прививайте плодовые деревья. 4 садите саженцы, винограды, ежевики и смородины. Большинство людей относятся к стрижке очень прагматично. Волосы отросли, пора в парикмахерскую. Хотите добиться хорошего результата? Планируйте поход в парикмахерскую на 29 апреля и 1 или 3 мая. Посетить стоматолога рекомендуется 29 и 30 апреля и 2 мая. Незначительные магнитные колебания ожидаются 29 и 30 апреля. Они будут минимальными, вы их, скорее всего, не заметите. Далее геомагнитная обстановка должна быть спокойной. Снять розовые очки и не принимать все на веру постарайтесь в понедельник 29 апреля. 2 мая – хороший день для мозгового штурма. Третье – проведите на отдыхе и снимите нервное напряжение. По красоте с ними могут сравниться только розы. А еще этот цветок легко размножается и может бесконечно долго расти на одном месте. Настоящее украшение сада – пион. Имеет возможность в зависимости от сорта радовать своим цветением до середины лета. Однако очень важно вовремя начать правильный уход за ним. Что сделать, чтобы эти цветы были яркими, пышными и долго цветущими, узнаем у нашего народного садовника. Весной многие огородники торопятся навести порядки на огородах, но забывают про цветники. И сегодня я хочу рассказать, как подкормить пионы, чтобы они порадовали пышным цветением. Пион очень хорошо отзывается на хлебную подкормку. Нам понадобятся старые остатки хлеба, например, какие-то корки. Наполняем ими ведро на 1 треть и заливаем водой. Даем настояться на сутки. Затем полученный раствор разбавляем с водой. 1 литр настоя на 10 литров воды и подкармливаем все кустики пиона, да и любые многолетние цветы, которые растут у вас на огороде. После подкормки почву немножко подрыхляем, чтобы она не была замыта водой. Следующая процедура – это мульчирование песком. Дело в том, что пионы часто поражаются серой гнилью, причем как сами побеги, так и цветы. Нужно делать профилактическую вот эту обработку и мульчирование песком. Песок изолирует пионы от почвы и не дает распространяться гнилям. Небольшой слой песка 2-3 см защитит ваши кустики от различных гнилей. Ну и, конечно же, самое важное – это полив. Если на улице стоит сухая погода, не забывайте поливать пионы, потому что эти растения влаголюбивые. Они любят получать в достатке и питание, и влагу. И только в этом случае подарят вам пышное цветение. Не забудьте поухаживать за пионами весной, чтобы уже в мае насладиться пышными яркими цветами. Спасибо за внимание и до новых встреч! Она черпает вдохновение с повседневной жизнью. Свой реквизит покупает в супермаркетах и на продуктовых рынках. Бытовой сюрреализм – так называется жанр, в котором работает художница из Лондона. Любой проем в стене, веревку с сохнущим бельем, тостовый хлеб и овощи – она дополняет интересными элементами. После съемок использованные продукты либо доедают дома, либо отдают фудбанки. Самая популярная работа – собачка из салата «Айсберг». А благодаря современным технологиям полюбоваться ее снимками можно в интернете. Кстати, пришло время насладиться видами белорусской природы. Подведем итоги рубрики «Стоп-кадр». Напомню, из множества снимков мы выбрали 10, каждому присвоили номер. Затем с помощью генератора случайных чисел определили победителя. На этой неделе приз забирает Наталья Швархалева из Заславля. С помощью фотографии Наталья старается увидеть то, на что в обычной жизни не обращаешь внимания. Как и обещали, приз от телеканала «Зон» с логотипом МНТ. Сегодня же отправим победителю. А я приглашаю всех участвовать в нашем конкурсе «Стоп-кадр». Размещайте фото с красивыми белорусскими пейзажами, необычными природными и погодными явлениями в социальных сетях телеканала ОНТ. Не забывайте отмечать наш профиль в Инстаграм. Лучшие снимки увидит вся страна, и мы опубликуем их в ленте. Розыгрыш проводится еженедельно. Проверяйте свои соцсети. Возможно, вы стали победителем. Кому достанется следующий приз, узнаем через неделю. А сейчас самое время узнать у Дмитрия Рябова, какой она будет. Сразу начну с хороших новостей. Погода и весна наконец-то встретятся в точке комфорта. Начиная с выходных и большую часть недели, весна быстро проведет работу над ошибками. Усилится южная тяга ветров. Начнется поступление воздушных масс с южных широт. Установится теплая погода. В большинстве регионов дожди маловероятны. А если к этому подарку природу добавить оптимальную влажность, нормальное атмосферное давление и близкую к среднемноголетней дневную температуру, то мы получим редкое сочетание комфортных погодных условий. Итак, в начале недели погодными процессами станет управлять обширный погожий антициклон с центром над центральными регионами России. В результате его влияния будет преобладать переменная облачность без дождей, влажность до 70%, ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура утром плюс 7, 12 градусов, днем в понедельник плюс 18, 21, во вторник до 22 градусов. В середине недели антициклон продолжит радовать обилием солнца и ласковым майским теплом. Небольшая облачность без осадков, ветер юго-восточный, умеренный, влажность до 60%, ветер южной четверти слабый. Ночью в среду плюс 7, 12, днем 20, 24. И предварительно в начале второй половины недели сохранится влияние погодой области высокого атмосферного давления. Однако в северо-восточные районы начнут поступать более прохладные воздушные массы. Переменная облачность без существенных дождей, влажность до 60%, ветер северо-восточный, умеренный. Ночью плюс 7, 12, днем в четверг от плюс 12 в Витебске до 23 в Брессе. В пятницу от 13 по северо-востоку до 22 по юго-западу. В первые майские выходные локально пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утро местами туман, видимость до полукилометра, ветер западный умеренный, влажность до 80%. Ночью плюс 6, 12, в середине дня, в субботу от 17 в северо-восточных районах до 26 в юго-западных. Воскресенье 20-24. Субтитры предоставил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще больше погоды, еще больше Дмитрия Рябова в нашем Телеграм-канале. Хотите узнать прогноз на следующий день? Рябов ответит. Так называется еще одно наше место встречи. А мы увидимся ровно через неделю, чтобы не обсуждать или ругать погоду, а строить планы в соответствии с актуальным прогнозом. Мы не предсказываем, мы прогнозируем. Хорошего субботнего вечера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА